Добрый день! В эфире Ирявонг ТВ. У нас в гостях политолог, эксперт фонда стратегической культуры Андрей Григорьевич Орешев. На мой лично субъективный взгляд вопрос Карабаха окончательно закрылся 6 лет назад. Весной 2018 года, период расцвета бархатной революции в Армении и необоснованных надежд. Господин Пашинян спешит. Что он спешит? И это связано с тем, что, возможно, ему нужно подтвердить своим западным партнерам некую легитимную, с их точки зрения, границу Армении. С тем, чтобы двигаться дальше по пути укрепления не только экономических, но уже и военно-политических связей с западным альянсом. Российская сторона, я думаю, что вы это заметили, пытается стремиться сохранить экономические связи, которые важны для обеих сторон. И для России, безусловно, в нынешней ситуации, в которой она оказалась, в связи с оказываемым у нее санкционным давлением, любой канал взаимодействия с внешним миром, он, безусловно, важен. Пока сложно, скажем, представить, что отношения между Ираном и Азербайджаном дойдут до того, что мы недавно видели относительно Эрбиля, да, и района Эрбиля, и предполагаемых израильских военных объектов там. Но, повторюсь, бывшая советская Закавказья, значит, Южный Кавказ, все больше становится Ближним Востоком по способу, так сказать, выяснения отношений. Добрый день, Андрей Григорьевич, спасибо, что вышли с нами на связь. Добрый день. Андрей Григорьевич, вот по поводу вывода российских миротворцев из Карабаха. На ваш взгляд, почему это произошло именно сейчас, досрочно, и что произойдет, если жители Карабаха решат вернуться, кто их будет защищать? Ведь по трехстороннему заявлению 2020 года эта миссия лежала на российских миротворцах. И можно ли считать, что выводом российских миротворцев вопрос Карабаха окончательно закрылся? Ну, на мой лично субъективный взгляд, вопрос Карабаха окончательно закрылся шесть лет назад, весной 2018 года, в период расцвета бархатной революции в Армении и необоснованных надежд, которые в связи с этим, значит, высказывались. Вот. Я думаю, что данный вопрос, выводы миротворцев следует рассматривать в более широком контексте. Нужно не забывать, в каких обстоятельствах они вводились в ноябре 2020 года с целью не допустить окончательного разгрома армии обороны Нагорного Карабаха и перехода всей территории края уже тогда со Степанакетом под контроль азербайджанской армии. Насколько мы можем судить, российской стороне тогда стоило немалых усилий, значит, внести соответствующий пункт и вслестороннее заявление и перейти к практическим действиям на земле. Однако после того, как российские миротворцы были размещены по новой линии соприкосновения сторон, они сразу же, и мне доводилось об этом писать, они фактически стали заложниками шаткой ситуации и объектом нападок. Как со стороны Азербайджана, так и со стороны определенных сил в Армении. Что, как вы прекрасно знаете, принимало разные формы. И после того, как в 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян окончательно поставил точку, пусть и на словах, значит, в вопросе статуса Карабаха, хотя не только на словах. Там была принята декларация, вы знаете, российские официальные лица об этом говорили. Все предыдущие предложения, высказывавшиеся российской стороной относительно продолжения переговорного процесса и каких-то модификаций тех схем, которые предлагались все это время в рамках Минской группы ОБСЕ, они окончательно ушли в УТИН. А последнюю точку поставили, как мы прекрасно помним, события сентября 2023 года, после которых вывод российских военнослужащих из Нагорного Карабаха стал неизбежным, стал вопросом времени, конкретных сроков, каких-то технических согласований. Вот сегодня, например, в Москву приехал, согласно официальным сообщениям, президент Азербайджана Икхам Алиев. Мне кажется, что каким-то образом, значит, вот эту вот увязку по времени можно проследить и в связи с этим событием, потому что после самоустранения официального Еревана от проблем, касающихся Нагорного Карабаха, значит, этот вопрос стал прерогативой обсуждений между Москвой и Баку. Что касается трехстороннего заявления, то, между нами говоря, оно не соблюдалось изначально, причем не соблюдалось не только азербайджанской или российской стороной, но и армянской стороной тоже. Мы это знаем. Ну и мы прекрасно понимаем, значит, то обстоятельство, что любые документы, подписанные на бумаге, они рано или поздно начинают трактоваться двояко и во многом могут утратить силу. Я думаю, что примерно это же происходит и в данном конкретном случае. Это, к моему большому сожалению, российскую миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, конечно же, нельзя считать в полной мере успешной. Вот, однако российские военнослужащие, по крайней мере, сделали все, что от них зависит и они действовали в тех политических условиях, в которых, так сказать, это, которые сложились, которые складывались в регионе, значит, все эти годы и которые, к сожалению, для России последовательно ухудшаются. Вот некоторые эксперты в связи с выводом российских миротворцев называют это как ослаблением позиции России на Южном Кавказе. Вы согласны с такой точкой зрения? Ну, безусловно, с этим можно согласиться, но тут нужно понять, что эти события разворачивались не одномоментно и, собственно, долгосрочные негативные тенденции, они были заложены еще несколько десятилетий назад, да, после развала Советского Союза, когда бывшие советские республики обрели собственную, так сказать, государственную субъектность, самостоятельность. А вслед за этим, конечно же, другие игроки, значит, начали, значит, так сказать, действия по усилению собственного влияния и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии. Мы видим, что идет достаточно сложная, разноплановая, многослойная игра, которая продлится еще какое-то время и где Россия, конечно, приходится иметь дело с серьезными вызовами. А вот то, что сейчас происходит на армяно-азербайджанской границе, в частности, делимитация с передачей нескольких сел, это все в таком быстром порядке происходит, связано ли это как-то, на ваш взгляд, встречей Пашиняна, которая произошла в начале месяца в Брюсселе? Тогда говорили, что это чисто экономические вопросы обсуждались, но как-то связываете одно с другим? Да, мне кажется, что безусловно связано. Я вообще согласен с теми экспертами, в том числе и в России, и, насколько я знаю, в Армении тоже высказывается подобного рода точка зрения, что господин Пашинян спешит. Что он спешит. И это связано с тем, что, возможно, ему нужно подтвердить своим западным партнерам некую легитимную, с их точки зрения, границу Армении, с тем, чтобы двигаться дальше по пути укрепления не только экономических, но уже и военно-политических связей с западным альянсом. А для этого нужно идти на все требования Баку. Другое дело, мы не знаем, насколько далеко будут проспираться эти требования Баку. Ограничатся ли они только пределами бывшей Азербайджанской ССР? Мы знаем, что вот эти села, по крайней мере, полуанклавные, они так или иначе относились административно к казахскому району Азербайджанской ССР. Но вполне возможно, что в Азербайджане пойдут и дальше, и выдвинут требования, скажем, 1920 года, как они их понимают. И, значит, потребуют еще что-либо. Мы прекрасно принимаем, что. Вслед за Тавушем, по крайней мере, на краткосрочной перспективе, безусловно, встанет вопрос анклава Чаркии для Тиграна Шен, требования, передачи которого тоже, так сказать, выставляются, возможно, это будет, значит, еще одна такая горячая точка. Вот. Но, как мне кажется, здесь вопрос решен. Вопрос решен в двустороннем порядке. Мы помним, что российская сторона предлагала в формате трехсторонней межправительственной комиссии, значит, подойти к решению вопроса, в том числе и делимитации демарканцев и границ. Однако, значит, Баку и Ереван приняли другое решение. Мы знаем, что так или иначе работает именно двусторонняя комиссия под сопредседательством двух лицепремьеров. Ну, какие решения она примет, в общем, на мой взгляд, достаточно очевидно. Как очевидно и то, что власти Республики Армения будут предпринимать все от них зависящее, в том числе и по части манипулирования общественного мнения, по части манипулирования активностью различных групп, чтобы эти, так сказать, решения обрели, так сказать, плоть и кровь. Хотя тут тоже непонятно, потому что в отсутствии мирного договора, в отсутствии, так сказать, ясности с делимитацией, которая обычно всегда предшествует процессу демаркации границ, да, вот такое вот явочное разделение на земле, оно, конечно же, свидетельствует о том, о чем я говорил в начале ответа на этот ваш вопрос, что официальный Ереван, безусловно, спешит, ему нужно любыми способами показать результат, видимо, своим кураторам, да, тут. Вот в этом месяце в Армению приезжал президент Казахстана, Токаев, и выдвигал идеи о коридоре, который будет связывать Среднюю Азию, начиная с Китая, Среднюю Азию, потом уже Южный Кавказ и выходить на Европу. Как вы считаете, это он представляет в этом случае интересы тюркского мира или все-таки как страна, член ЕАЭС, чьи интересы, на ваш взгляд, он представляет? Знаете, с учетом богатой биографии господина Токаева, который, помимо тех тех должностей, которые вы упомянули, является еще крупным международным чиновником, да, он долгое время работал в ООН, вот, обладает широкими связями и на Западе, и на Востоке, вот, я думаю, что он может представлять интересы каких угодно структур. Другое дело, что он вокруг этого коридора, так называемого Срединного коридора и его, так сказать, кавказского продолжения через территории, вот, уже действует Азербайджан и Грузия, и, возможно, вот, через Армению в Турцию, там же самые разные точки зрения присутствуют. Например, в Китае, который, безусловно, заинтересован в этом коридоре, я вот читал даже в прессе такие достаточно скептические оценки возможного участия роли Турции в этом вопросе. Так что, понимаете, здесь очень много всего и много всяких разных интересов наслаивается и в значительной степени, может быть, даже и противоречит друг другу, причем речь идет не только о государствах, но и о различных транснациональных структурах, логистических компаниях, что там далеко ходить, криминальных группировках, для которых тоже все эти транзитные коридоры представляют живой непосредственный интерес, так что здесь, как мне кажется, переговоры переговорами, а практически какие-то решения, они будут являться какой-то средневзвешенной составляющей, а может быть, их вообще не будет в долгосрочной перспективе. Вот здесь достаточно сложно судить. Может быть, какие-то другие коридоры появятся. Да, вот мы знаем, например, что, я немножко отвлекусь там, президент Турции Леджеп Абдуган едет в Багдад. У них там есть амбициозный проект, такой путь развития, да, от иракского побережья, значит, Персидского залива, через территории Ирака и Турцию в Европу. Это некий конкурент, между прочим, международного транспортного коридора север-юг, в то же время конкурент китайским проектам. Вот, то есть много чего происходит на самом деле. Вот, и на мой взгляд, все-таки, визит господина Такаева был связан с, в том числе и с возможным каким-то посредничеством Казахстана в, значит, все-таки, в движении позиций в Баку и Еревана. Ну, а также, безусловно, я думаю, что речь влазь о расширении экономического сотрудничества и экономического взаимодействия, в том числе и в рамках ЕАЭС. Между прочим, Казахстан и армянские связи, начиная от крайне низкой базы, конечно же, показывают все-таки такую интересную динамику к политике. А вот, возвращаясь к армяно-российским отношениям, к армяно-российским связям и, к сожалению, то, что мы наблюдаем ухудшение этих связей, выводы российских пограничников и другие недружественные шаги, на ваш взгляд, куда это все идет? Мне кажется, что, конечно, российскую сторону несколько раздражает вот этот вот такой публичный и нарочитый демонстративный характер заявлений значит, армянских политиков и различных, скажем так, говорящих голов, да, что называется, экспертов, которые, ну, совершенно ясно выражают все намерения, которые политики по ряду причин там стесняются высказывать. Вот, стиль тут несколько другой, да, это такой, безусловно, важный фактор. Но при этом российская сторона, и я думаю, что вы это заметили, пытается стремиться сохранить экономические связи, которые важны для обеих сторон. И для России, безусловно, в нынешней ситуации, в которой она оказалась, в связи с оказываемым у нее санкционным давлением, любой канал взаимодействия с внешним миром, он, безусловно, важен. Вот. Посмотрим, сейчас идет подготовка к саммиту Евразийского экономического союза, который должен состояться 8 мая этого года. Это юбилейный саммит. Республика Армения должна принимать там председательство, возможно, выступать с какими-то инициативами на этот счет. Посмотрим, как это будет происходить. С точки зрения безопасности, безусловно, ситуация серьезно изменилась, в том числе и по объективным причинам. Потому что, скажем, российская военная база Гемли была призвана демонстрировать флаг и на турецкие границы. Но в ситуации, так сказать, возможной активизации армяно-турецкого переговорного процесса, и как нам рассказал всем Арарат Мирзаян, министр иностранных дел Армении, премьер-министр Никол Пашинян и президент Ардаган находятся на постоянной связи. Так что здесь, безусловно, ситуация может несколько измениться. Просто в Армении сейчас много говорят о диверсификации и утверждают, что речь идет о дополнении российского направления чем-то другим. Мне бы хотелось, так сказать, выразить надежду на то, что речь действительно идет о диверсификации, а не о вытеснении, а не о, так сказать, таком достаточно активном замещении России и любых аспектов ее присутствия, начиная от политики экономики и заканчивая различными гуманитарными аспектами в Армении. Ну, это, конечно, не принесет, я так мягко выручусь, позитивных последствий, особенно в то, в контексте наших давних и традиционных связей и тесных связей, скажем, проживающих на территории России, армян с исторической родиной. И вот по поводу Ирана-Израильского конфликта и ситуации на Южном Кавказе Иран заявил, что будет преследовать израильские военные базы на территории Азербайджана. На ваш взгляд, как будут развиваться события? Знаете, здесь будет все достаточно противоречиво развиваться, на мой взгляд, потому что вот в последние месяцы Баку и Тегеран все-таки предприняли, насколько я могу судить, некоторые шаги для хотя бы частичной стабилизации двусторонних взаимоотношений. Было несколько встреч, в том числе в Саудовской Аравии, в некоторых других местах на различных, так сказать, уровнях. Вроде бы посольство возобновляет свою деятельность, но в то же время мы знаем, так сказать, те глубокие корни недоверия по обе стороны Аракса и в частности то неприятие, которое вызывает в Тегеране предполагаемое наличие различных израильских военных объектов и, скажем, беспилотных баз, еще чего-то в приграничных районах. Кстати говоря, частично об этом даже доказательства присутствия и наличия этих баз, они даже были в социальных сетях, да, скажем. Поэтому речь не идет о какой-то секретной информации. Вот. И мне кажется, что, безусловно, в Иране будут внимательно следить за этим, несмотря на то, что вроде бы от грани большой войны на Ближнем Востоке удалось временно отойти. Но мне кажется, я не являюсь специалистом по этому региону, но насколько, так сказать, мне вот видится, безусловно, режим Бенгемина на Таньяку будет и дальше прилагать усилия для втягивания в свои авантюристические действия против Ирана, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, но также тех приграничных стран и регионах, в которых, так сказать, израильское присутствие так или иначе заметно и ощутимо. Вот. И пока сложно, скажем, представить, что отношения между Ираном и Азербайджаном дойдут до того, что мы недавно видели относительно Эрбиля, да, и района Эрбиля, и предполагаемых израильских военных объектов там, но, повторюсь, бывшая советская Закавказья, значит, Южный Кавказ все больше становится Ближним Востоком по способу, так сказать, выяснения отношений. Я мягко тоже выражусь. Вот. Но это, конечно, может привести к самым разным эксцессам, эскалациям, в том числе и крайне нежелательно. Андрей Григорьевич, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok